Из опыта, самые ценные капли собираем, опыта. Да, из своего личного опыта, да, то я буквально вот через неделю после ваших рекомендаций, вот то, что руки поднимала, где фрагмальное дыхание, делала наклоны, слава богу, исчезла изжога, да, мне стало намного... Изжога регулярная была? Была регулярная практически у меня изжога, но после того, как вот стала руки поднимать... Мы же желудок опустили, заброса нет. И перед едой, как вы говорите, делала наклонов, я по 10, по 15 делала наклонов, поклонов этих вот, вот, и очень хорошо, так что я очень довольна. А женщины здесь просто на днях, у меня просто со спиной была немножко, ну вот сидела, да, как-то неловко, повернулась, может быть. В общем, короче говоря, я говорю, делала диафрагмальное дыхание, а я ей просто по спине проводила какой-то мазью. Но она, главное, делала диафрагмальное дыхание. Она делала диафрагмальное дыхание, она потом тоже говорит, то есть, слава богу, все отпустилось, замечательно, хорошо. Поэтому вот вместе и руки по спине с кремом, и диафрагмальное дыхание помогли выйти из этого состояния. Потому что она говорит, у нее в прошлый раз так было, ей скорую вызывали. Вот так. Так что ежедневные обязательные мероприятия работают? Да, конечно, обязательно. Отлично. Поэтому это главное в иннервации кровоснабжения. Удачи нам всем. Спасибо и здоровья вам. Спасибо.